Анна, спасибо, поздравляю тебя с первой рецензией, и мне кажется, иногда это более ответственное, чем первая речь. Потому что, когда ты выходишь в речи, ну, сказал, как и сказал. Ну, послушали, поаплодировали, нет, там, ну, как бы все живы остались. А тут рецензия – это же ответственность, это сложно. И ты хорошо справилась с позитивным настроем, с тем позитивным посылом, который ты несла. Да, большая часть твоей оценки состояла из позитивных элементов, которые ты рекомендовала Андрею, то, что тебя впечатлило, то, что ты заметила. И здесь зоны роста, возможно, сосредоточиться на каком-то моменте и чуть-четче раскрывать его для аудитории, чтобы все не только знали, что это классно, но, может быть, понимали, как это делается. Тогда польза твоей рецензии для слушателей, не только для Андрея, будет выше. Потому что рецензию мы даем для всего, для всей встречи, для всех собравшихся, для всего клуба, даже для тех, кто будет потом запись смотреть. Все для истории, можно сказать. Так, относительно зон роста. Наверное, такая же рекомендация с точки зрения, что какой шаг ты рекомендуешь сделать человеку для улучшения? У тебя прозвучало, что вплетение истории в целом в речь, но я вот для себя пока не очень понимаю, как это применить. Возможно, эта формулировка доступна для тебя. Как ее описать для остальных, я точно не знаю, но вот это то, над чем стоит поработать. Старайся при своих рецензиях рекомендовать простые шаги, которые с твоей точки зрения дадут максимум прироста для данного спикера в следующих выступлениях. И маленький момент относительно твоего онлайн-выступления, как ты это делаешь. Как ты работаешь на камеру? Ведь когда мы сидим перед камерой, это как телевидение. И вниманием аудитории управляет оператор, то есть то, как ты поставила свою камеру. Старайся выстраивать кадр так, чтобы камера была напротив твоих глаз, так, чтобы не обрезалась части твоей головы. И чтобы свет падал тебе на лицо, чтобы тебя было хорошо видно. Вот эти три правила позволяют создать качественную картинку, которая волей-неволей в глазах слушателей повышает твою экспертность просто за счет того, что тебя лучше видно и тебе за счет этого лучше доверяют. Продолжение следует...